Всем привет! Я уже не один раз показывал вам вот этот картридж от принтера Rikoh SP150. Я показывал как его можно перешить и как его заправить. Хотя нет, как его заправить я не показывал, видео отснято. Так что ждите, скоро выйдет. На этом картридже я уже отпечатал 10,5 тысяч страниц. И иногда тонер заканчивался в самый неподходящий момент. Но в принципе он всегда заканчивается в самый неподходящий момент. И когда нужно опечатать, приходится сразу же его доставать и заправлять. Но так как при заправке используется пылесос, который довольно громко шумит, поэтому ночью сделать это не всегда можно. И поэтому я решил купить второй картридж на подменку. Оригинальный картридж Rikoh SP150 стоит в районе 5 тысяч рублей. Согласитесь, это достаточно небюджетно. И поэтому я купил вот такой совместимый картридж от ACPrint. SP150HE, то есть на полторы тысячи страниц. Этот картридж стоил всего 1400 рублей. Картридж у нас новенький, запечатанный. Я его еще не открывал. Давайте вместе откроем. И посмотрим, как он у нас выглядит и отличается ли он чем-то от оригинала. Запечатан достаточно хорошо в матрасик. Там заявка в техподдержку. Надеюсь, она мне не понадобится. Вытаскиваем его из матрасика. И вот так вот он у нас упакован. Желтый пакетик, запаянный со всех сторон. И видим инструкцию. Ну, естественно, нам нужно снять вот эту бумажку защитную. Вторая. Вторая. Будьте аккуратны. Вытаскивается с трудом, но вытащилась. Внутри ничего не осталось. И вот так вот он выглядит. Видим даже его серийный номер. Чип у нас на месте. Сравним. Цвет барабанов у нас отличается от оригинала. Контакт на совместимом картридже у нас луженый. А на оригинале просто латунь. По пластику. На совместимом пластик даже получше. Ну вот сами посмотрите. Вот здесь пластик не совсем ровный. То есть форма такая поведенная. А здесь у нас абсолютно ровненькое литье. То есть по литью мне вот этот AC Print нравится даже больше. Самое главное отличие. На оригинальном картридже мы видим вот такой выступ. На совместимом этого выступа нет. Но оригинальный картридж вот этот у нас идет на 700 страниц. А этот на 1500. Возможно это связано именно с этим. Потому что оригинального картриджа Риках на 1500 страниц я не видел. Возможно это как раз и переключает принтер. То есть дает ему понять какой картридж мы установили. То есть не все дело может быть в прошивке. Но с прошивкой на 1500 страниц он печатает. Даже я печатаю по 2000 страниц больше. Но реально больше никаких других отличий я вот не вижу. Я сейчас подключу программатор. И прочитаю его прошивку. Итак подключаю его к программатору. И давайте прочитаем файл прошивки. Все. Вот наша прошивка. Сейчас мы ее куда-нибудь сохраним. Ссылка на эту прошивку будет в описании под видео. Ну и давайте посмотрим как он отпечатает нам тестовую страницу. Включаем. Все. Принтер проинициализировался. И для того чтобы распечатать тестовую страницу нужно три раза быстро нажать кнопочку питания. И так вот такой у нас результат. Количество отпечатанных страниц. Ну качество печати очень и очень даже хорошее. Ну качество на самом деле хорошее. Печатает просто великолепно. Насколько его хватит не знаю. Это покажет время. Но пока я очень даже доволен. Особенно за такую низкую стоимость. Ну в принципе на этом и все. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Ссылки все будут в описании. Всем пока. Зацените мою кружку. Как вам надо. Пока.